Девушки отдыхают В прошлом профессиональный теннисист И сейчас мы с вами посмотрим Как Андрес оказался в хедзапе Некоторые ключевые раздачи Вот одна из них Возможно вы уже видели это в предыдущих сериях Но для тех кто Возможно пропустил Сейчас будет возможность Посмотреть Андрес играет очень нестандартно Он до этого сделал колл И на бет Беата Бет был не очень большой Он мощно переставляет В надежде что все выкинут Но как ни странно Беата не сдается Она должна была без раздумий Выкидывать эту карту Беата попыталась остановить Андреса Но Андрес продолжал наступление 3000 поставил он По флопу Чем вызвал неподдельную радость Евгения Сопроненко Король пришел по четвертой карте Алын поставил Андрес Беата заколировала И что вы думаете произошло дальше? Раз Андрес все еще сидит Все верно Пришла десятка Иначе бы Наверное В хедзапе Андреса не было У него бы осталось Пару тысяч фишек Еще одна раздача Теперь мы уже Смотрим как Против Виталия и Евгения Вошел в игру Андрес Евгений в красных очках Для тех кто не знает Довольно забавно В них смотрится 300 ставит Андрес 800 Евгений А у Андреса Как мы все видим Второй флэш С походом на Райет По-моему вообще нельзя играть У нас есть какой-то Какой-то скандинавский стран В Норвегии Евгений делает вид Что он предпочитает Говорить о чем-то другом Андрес в прекрасном настроении Девятка приходит По последней Чекует Андрес 1800 От Евгения И Андрес Калирует И забирает Этот банк На сей раз 8 и дама Приходит к нему Как в поговорке 8 и дама Ему ни к чему Но только не в этот раз Алын Ставит Каспар На туз 6 И Андрес Демонстрирует Свою природную смелость Калирует 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 Каспора Прошу прощения И будучи Выигрывает этот банк А это Виталий Профессиональный игрок В покер Известный в онлайне Как забор И сейчас мы посмотрим Его путь В финал Вот это раздача Которая стала Одной из ключевых В этом турнире Безусловно Сергей Другой профессиональный Игрок в покер Дал рейс 550 На двух пятерках Виталий Заколировал его Вот не уверен Я что заколировал Или нет Уже не совсем Даже Хорошо помню эту раздачу Нет По-моему рейс сделал Да Сделал рейс В ответ на это Виталий Кол Кол от Сергея И то что мы дальше С вами будем наблюдать Иначе как подставой Называть нельзя Чек Чек Сразу нацевый Фуллхаус приходит Виталию И он Надо отдать ему должное Сразу Ставит 1500 В ответ на это После неких разговоров В думе Сергей Переворачивает его И ставит 4050 Кол следует От Виталия И вот следующая карта Которая сейчас придет Эта пятерка Предопределила Исход Этого поединка Тут уже никто Скинуть конечно не мог Бэт колл Оба игрока Думают что Заманя будут Друг друга Так покинул нас Сергей А это мы с вами Наблюдаем на то Как Виталий уже Схлестнулся С другим игроком Это Евгений Сопроненко Вице чемпион Олимпийских игр Чемпионатов мира По гимнастике В опорном прыжке И вот здесь вот Евгений сделал Твой последний Опорный прыжок На сегодня В этой раздаче Он Выпрыгнул Из-за стола Ну что тут сказать Наверное изначально Не совсем правильный Колл был сделан Евгением На туз валет Пошел он на довольно Большой рейс Ну и дальше Когда ему открыл Где пара Конечно тут уже Скидывать было Бессмысленно В конце концов Что же можно еще Желать увидеть На флопе Кроме как Не туз валет Когда на нем Ты заколировал Ал ин Ал ин Ни по четвертой Ни по пятой карте Ничего не изменилось И Евгений Сопроненко Покидает турнир Достойно он Отыграл Ну приступим У нас осталось Два игрока Примерно равные стеки 63 900 у Андреса 56 100 у Виталия И ваши комментаторы На этот Хэдзап Артем Милов И наш эксперт Виктор Заярный Добрый вечер Ну что Хэдзап Это такая довольно Специфическая Игра Всего Два человека В нее Как вы понимаете Играют И поэтому Совсем другие Трус Предоставляют Ну совсем другие Требования К карте Вот наверное Как правильно сказать Виктор Какие то основы Может для наших Телезрителей Хэдзап Расскажите Ну можно играть Безусловно Гораздо более Широкий диапазон Карт Чем играете До этого При 6 человек За столом Ну так По базам Я могу сказать Что если игрок Против вас Играет не агрессивный То смело Можно ставить Уже на любом Короле Вообще Не раздумывая На suited Коннекторах И прочих Картах Но вообще Нету такой Вот готовой Формулы Вот сейчас Я прочитаю Книжку И пойду Играть Хэдзап Хэдзап Это самая Сложная часть Покера Потому что Это самая Ответственная часть Где все Полностью Зависит от тебя Если даже На Не Продолжительный Примежуток Времени Потерять Контроль Над эмоциями Можно Проиграть Все фишки Ну Вот такие Вот Азы По крайней Мере Для тех Может Кто Этого Не знал Ну Посмотрим Сколько Книжек Прочитал Андрес Филимонов Ну Я Безусловно Был Назвал Виталия Фаворитом В этой Игре Потому что Он Профессионально Занимается Покером Чем Зарабатывает Все На Жизни Безусловно Опыта Игры У него Больше Но Мы На Притяжении Все Недели Видели Как Андрес Хорошо Играет И Ничего Не Боится И Понимает Что Происходит За Шесть 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 Тысяч Ставит Андрес В ответ На Две Тысячи От Виталия Ну Что Очень Здорово Сыграл Да Андрес Почувствовал То Что Виталия Нет Карта И Решил Взять Инициативу Своей Руки